МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У женщины, как опыт учит нас, здоровье с красотой неразлучны. Так говорил Лопе де Вега. Действительно, настоящая женщина хочет оставаться красивой и здоровой всегда. Уже поэтому женское здоровье и гинекологии идут неразрывно на протяжении всей жизни, начиная свой путь с первой минуты рождения девочки. В последнее время, к сожалению, растет количество женщин с гинекологическими заболеваниями. Очевидно, большую роль здесь играют стрессы, понижение иммунитета, повышенное количество различных инфекций и гормональные нарушения. Здравствуйте! Основную тему сегодняшнего диалога о здоровье я уже обозначил. Но говорить сегодня мы будем не только об этом. Простые вопросы о здоровье. А как лучше тренироваться? Каждый день понемножку или один раз в неделю? Хорошо. И ответы на них. Много – это плохо. Что-то занабто, только говорят, нездраво. Поболит и перестанет. Или визит к врачу через «не хочу». Вот это уже должно подвигнуть пациентку к тому, что она должна обратиться к врачу. Кто-то из мудрых уже достаточно давно вывел парадоксальную истину, которая до сих пор не потеряла своей актуальности. Человек сначала теряет силы и здоровье, пытаясь заработать все деньги, которые можно заработать, а потом теряет все деньги в попытке вернуть утраченное здоровье. И хоть эту вывернутую закономерность знают многие, но человечество с упорством, достойным лучшего применения, наступает на все те же грабли. Впрочем, пора от парадоксов переходить ближе к реальности. И прямо сейчас я предлагаю узнать, какие вопросы медицинской тематики интересуют жителей нашего города. Скажите, пожалуйста, отчего появляются пятнышки на ногтевой пластине? Как с этим бороться? И что это вообще такое? Правда ли, что гипертония передается по наследству? А как лучше тренироваться? Каждый день понемножку или один раз в неделю? Хорошо. Но пока ведущие специалисты пытаются найти ответы, найти, в общем, достаточно непростые вопросы, я хочу представить нашу гостью. Итак, знакомьтесь, сегодня у нас в гостях Алла Семеновна Подгорная, заведующая отделением гинекологии Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Здравствуйте, Алла Семеновна. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Алла Семеновна, в начале нашей программы мы говорили о том, что количество гинекологических заболеваний растет. Может быть, дело в том, что медицина не стоит на месте, и то, что раньше было нормой, стало уже патологией в современном мире? Ну, я могу сказать, что и справедливо будет и первое, и второе. И действительно, медицина не стоит на месте, потому что ряд заболеваний, которые раньше не могли быть диагностированы, потому что клинического материала было, в общем-то, недостаточно, и они не были квалифицированы как какая-то патология. Я могу привести вот пример с эндометриозом, который сейчас, я считаю, что является болезнью века, поскольку он и загадочен, и труден в диагностике, и очень труден в лечении. И раньше он шел под манифестацией или под клиникой хронических воспалительных процессов. Когда начали разбираться, что же эти хронические воспалительные процессы из себя представляют, то очень много узнали о том, что это, в общем-то, не имеет отношения к воспалению, а связано с эндометриозом. Я должна вам сказать, что пациенты, которые длительно лечатся от бесплодия, в течение многих лет, и приходят потом к врачу, так вот 40% из этих пациенток имеют эндометриоз, который ранее не был диагностирован. Я должна вам сказать, что для постановки, от момента появления клиники до постановки диагноза эндометриоз проходит до 7 лет. Но, тем не менее, этот диагноз будет установлен с помощью современных методов диагностики. То есть мы сейчас видим то, что раньше не могли увидеть. Безусловно. Ну что же, прежде чем продолжить наш разговор, я предлагаю посмотреть небольшую анатомическую справку. Репродуктивная система женщины состоит из органов, расположенных преимущественно в тазовой области. Она состоит из нескольких основных составляющих – влагалища, яичников, маточных труб и, собственно, матки, в которой развивается зародыш. После того, как девочка появилась на свет, речи о сформированной репродуктивной системе идти не может. Эти органы просто есть у нее в организме, они заложены. Но до полноценного выполнения своей самой главной материнской функции еще далеко. Кстати, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, детородный возраст женщины определяется промежутком от 15 до 49 лет. Но все же наиболее благоприятным для рождения первого ребенка считается возраст от 20 до 30 лет. Алла Семеновна, ну и сразу вопрос, собственно говоря, в тему сюжета. Вот согласно определению Всемирной организации здравоохранения, репродуктивный возраст считается от 15 до 49 лет. Но, как вы понимаете, сейчас заражают в разном возрасте. Кто-то в 12, кто-то в 40. Скажите, пожалуйста, а чем такие роды опасны для здоровья женщины? Ну, я могу сказать, что ранние роды, ранние роды у девочек. Но чем они неприятны? Тем, что, во-первых, это физическая незрелость, физиологическая незрелость, ментальная незрелость, ну и даже социальная незрелость этой мамы молодой не может привести только к хорошему исходу. То есть мы будем иметь проблемы и со здоровьем девочки, и с ее социальным статусом, и с продолжением ее материнства, равно как и в позднем возрасте роды. С течением времени, к сожалению, наши пациентки накапливают ряд заболеваний, с которыми роды становятся и беременность достаточно сложными и проблематичными. Лучше всего делать все вовремя. Тогда мы можем избежать крупных проблем. В последнее время говорят о том, что гинекология носит такой, знаете, профилактический характер. Безусловно, как и вся медицина. Как вот лично вы оцениваете, в последнее время появились прививки против вируса папиллома человека? Надо ли их делать и насколько они эффективны? Ну, возможно, мы еще придем к тому, что выполнение прививок против папиллома вирусной инфекции будет таким же обязательным мероприятием, как БЦЖН вакцинирование. Но пока это сейчас у нас на добровольной основе. Эта прививка у нас существует в двух формах на территории Республики Беларусь. Это бивалентная вакцина, то есть против двух вирусов, и квадривалентная вакцина. Думаю, что это, конечно, имеет смысл, потому что бороться с медикаментозными средствами или какими-то другими с вирусами мы пока не научились. Поэтому вакцинирование, я думаю, будет реальной возможностью предотвратить возникновение такого грозного и такого очень серьезного заболевания, как рак шейки матки. Поскольку на сегодняшний день этиологическая причина рака шейки матки установлена. Это установлено, это вирус папиллома человека, с которым мы можем бороться пока с помощью вакцинирования. Алла Семеновна, Вы заведуете отделением гинекологии Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. И понятно, что Ваша работа имеет определенную специфику. Так вот, прежде чем продолжить разговор, я предлагаю посмотреть небольшой сюжет о работе Вашего отделения. Давайте. Семеновна, Вы заведуете отделение Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Первых пациенток отделение приняло в феврале 2004 года. И вот уже на протяжении более чем 10 лет отделение специализируется на лечении достаточно серьезных патологий женского здоровья. Целью создания этого отделения было оказание хирургической помощи для гинекологических больных с тяжелой выраженной и сопутствующей патологией. При гистерорезектоскопии у нас производится удаление полипов, субмукозных, мематозных узлов. Также выполняем облацию эндометрии путем резекции и последующей коагуляции, рассечения внутриматочной перегородки, рассечения внутриматочных синехий. Лапароскопическим доступом у нас выполняются операции на придатках, удаление мематозных узлов, удаление матки как субтотальной, так и тотальной гистероректомии, а также промонтофиксации лапароскопическим доступом у пациентов с пролапсом гениталии. Сегодня гинекологическое отделение Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека оснащено новейшим оборудованием для проведения комплексного обследования пациентов с применением современных методов визуализации, а сами операции проводятся с применением современных шовных материалов. Учитывая малоинвазивную хирургию, пациенты находятся у нас в среднем 5 коекодней. Ежедневно идет поступление 10 больных, учитывая то, что рассчитано на отделение, у нас на 30 коек. В отделении работают врачи, имеющие все высшую квалификационную категорию и владеющие всеми оперативными вмешательствами. Высокий профессионализм – важная составляющая, которая гармонично дополняется общей атмосферой понимания и доброжелательности. Все это дает каждой выздоравливающей женщине уверенность в том, что самое тяжелое уже позади. Алла Семеновна, из сюжета понятно, что ваше отделение занимается решением целого спектра разнообразных гинекологических проблем. Давайте поговорим о более узкой теме. Понятно, что каждая девочка, каждая девушка, каждая женщина в течение своей жизни регулярно, ежемесячно встречается с определенным явлением, которое деликатно называется критическими днями. Скажите, пожалуйста, какова продолжительность нормальной менструации? И немаловажный вопрос – когда нужно обращаться к врачу? Это очень важный вопрос, потому что я должна вам сказать, что не все пациенты или не все женщины знают о том, какова должна быть менструация, какова должна быть продолжительность, частота. То есть с чем они имеют дело. Я должна вам сказать, что было проведено очень интересное статистическое исследование, когда опрашивали совершенно считающих себя здоровыми женщин и не имеющих вообще никаких проблем. Так вот 15% из этих, считающих себя здоровыми женщинами, пожаловались на обильные менструации. Но реально только 40% из них действительно их имели. То есть оценить собственную менструацию очень сложно. Надо сказать, что существует достаточно четко регламентированное определение, что же такое нормальный менструальный цикл. Вообще менструальный цикл – это период от первого дня предшествующей до первого дня последующей менструации. Этот цикл в норме от 21 до 35 дней. Продолжительность менструации – 3-7 дней. И количество теряемой крови от 40 до 80 мл. Вот мы оценивали с помощью таблиц, полуколичественных методов, обильность менструации. Мы пришли к тому, что использование больше 16 гигиенических прокладок на менструацию должно вызвать у пациентки определенные вопросы к доктору. Потому что это может сопровождаться анемией, которую она, в общем-то, может на первых порах и не почувствовать. А потом это будет сказываться на всем организме. То есть это очень важный момент. И наши пациентки, которые приходят, даже не всегда понимают, что с ними происходит. К нам приходили и девочки, и женщины, которые жаловались только, что у меня воздуха не хватает, я подняться не могу на этаж. А так у меня все в порядке. И этот порядок определялся тем, что у нее гемоглобин был 60, но поскольку резервы молодого организма позволяли еще и ходить на работу, в общем-то, но это не могло продолжаться долго. Мы это понимаем. Ла Семеновна, но следующий вопрос вытекает из предыдущих. А стоит ли обращаться к акушеру-гинекологу, если присутствуют выделения вне менструации? Безусловно. Они могут быть и физиологическими, чаще всего это овуляторные, так называемые, кровянистые выделения у молодых менструирующих женщин, и ациклические кровянистые выделения, которые не связаны никак с менструальным циклом. Так вот, если циклические, все равно нужно обратиться к врачу. Врач должен уточнить, насколько эти выделения имеют циклический характер и являются функциональными, или все-таки присутствует какая-то органическая патология, которая требует уточнения. И наиболее важно, когда вот эти ациклические кровянистые выделения появляются у женщин в постменопаузе, то есть когда у нее уже закончились менструации, и вдруг появляются такого рода выделения, это очень неблагоприятный, неблагополучный симптом, потому что он очень подозрителен на наличие злокачественной опухоли. Алла Семеновна, ну понятно, что с клинической точки зрения менструация и маточное кровотечение – это все-таки понятия разные. Можно ли поподробнее рассказать вот о маточных кровотечениях? Ну, как мы уже сказали, аномальное маточное кровотечение – это то, что выходит за рамки нормальности. То есть все, что определил ВОЗ как нормальная менструация, 3-7 дней, не больше 80 мл крови – это норма. Все, что больше или все, что не так, как положено, это является патологией и требует уточнения. А могут ли маточное кровотечение быть связаны с приемом каких-то лекарственных средств? Ну, например, оральных контрацептивов. Безусловно. Особенно на начальных этапах их применения могут быть кровянистые выделения, и это не обязательно является показанием к отмене этих препаратов. Это является показанием к тому, чтобы отследить, пролонгировать, посмотреть, оценить, и только после этого принимать какие-то решения. То есть контрацептивы ведь не всегда назначаются только с контрацептивной целью. Мы знаем, что у них есть еще эффекты, которые находятся за границей использования их в качестве контрацептивов. Они имеют ряд лечебных эффектов. И то есть если мы их используем в качестве лечебных средств, то отмена этих препаратов может привести к усугублению состояния основного заболевания, по поводу которого они были назначены. А какие-то другие лекарственные средства могут вызывать маточное кровотечение? Могут, конечно. Это могут быть препараты, влияющие на свертываемость крови. Это может быть прием наркотических средств и антидепрессантов. Это все может сказаться негативно. То есть пациенты об этом должны знать. Алла Семеновна, а может ли маточное кровотечение быть вызвано причинами негинекологического характера? И какие методы диагностики в данном случае используют доктора? Безусловно. Чаще всего это заболевания крови, которые связаны с дефицитом факторов свертывания крови и форменных элементов. Такие пациенты чаще всего обращаются с манифестацией. Это маточное кровотечение. Но потом по мере диагностики, по мере того, как появляются новые данные о этом больном, в общем-то картина проясняется и становится понятно, что причина не является какая-то органическая или функциональное состояние органов малого таза или генитальных органов, а причина кроется в другом. И чаще всего это причины гематологические. А методы диагностики можно остановиться подробнее? Ну, конечно. Когда такие пациентки приходят, это прежде всего делается банальная коагулограмма. То есть мы должны посмотреть глобальные тесты свертывания крови, а также посмотреть форменные элементы, насколько они функциональны. Чаще всего это тромбоцитопении и тромбоцитопатии. То есть даже если форменных элементов достаточно, они имеют какую-то патологическую... Они имеют патологию, которая не дает им возможности работать так, как нормальные тромбоциты. Но это гематологическая патология. И когда мы такую причину в своем глобальном тесте выявляем, дальше разбирается с этим уже гематолог. Алла Семеновна, а какие лекарственные средства используют для остановки кровотечения и какова их эффективность? Ну, прежде чем ответить на этот вопрос, я должна сказать, что я очень рада тому факту, что на сегодняшний день у нас лекарственные средства продаются только по рецепту. И это исключает их неправильное использование. Потому что мы все прекрасно понимаем, что пациент не может в полной мере оценить свое состояние, выявить те противопоказания к этим средствам, которые у него имеются. На сегодняшний день нет лекарственного средства, которое приносит только пользу. Мы это с вами прекрасно понимаем. Лекарственные средства все имеют нежелательные эффекты. К сожалению. И только врач может оценить, что же здесь превалирует. Польза или вред от назначения этого средства. Только он может правильно назначить это лекарственное средство. Но вообще средства, которые могут остановить кровотечение, делятся на такие две большие группы. Это средства негормональные и гормональные. Негормональные средства – это те средства, которые используются достаточно широко. Как это неудивительно прозвучит, это нестероидные противовоспалительные средства. Кстати, да, они очень недавно были позиционированы, было проведено очень масштабное исследование. И было доказано, что в терапевтической дозе, то есть не в той дозе, когда мы принимаем таблетку немисулида, когда болит голова. А в терапевтической дозе, как положено, таблетка три раза в день до 40% снижает уровень маточных кровотечений. Объем теряемой менструальной крови. Как это ни странно. А широко сейчас назначаемый, ну не широко, сейчас в меньшей степени назначаемый такой препарат, как этомзилат. Мы его все прекрасно слышали и знаем на слуху. И сейчас еще пациенты приходят и говорят, что вот мне назначали его. Не больше 13% у него эффективность оказалась. Из препаратов негормональных на сегодняшний день очень хорошим эффектом зарекомендовал себя препарат, такой как трониксамовая кислота. Это ингибитор фибринолиза. То есть это тот препарат, который препятствует рассасыванию образовавшихся уже тромбов. И таким образом позволяет контролировать ситуацию с кровотечением. Опять-таки повторяю, это все должно производиться только под контролем врача. Использование в больших дозировках нестероидных противовоспалительных средств может привести к обратному результату. То есть мы можем получить осложнения, которых не ждали. Вторая группа – это препараты гормонального характера. Это препараты, которые используются нами достаточно широко. Это всем известные комбинированные оральные контрацептивы, которые, в общем, позиционируются как препараты, назначаемые с целью контрацепции. Но, тем не менее, они имеют так называемый адлейбл эффект. То есть мы можем какие-то состояния, заболевания лечить с помощью этих препаратов. Алла Семеновна, ну а что касается структурной патологии, что с ней делать? Еще одним заболеванием, которое дает кровотечение и на сегодняшний день является очень сложным в лечении, в курации – это эндометриоз, аденомиоз. Вы знаете, насколько он помолодел? Он приобрел совершенно агрессивные формы. Когда к нам приходят молодые девочки с эндометриозом, аденомиозом, если миома матки, ее можно прооперировать, мы видим границы здоровой ткани. То аденомиоз, к сожалению, состояние, которое поражает мышечный слой матки диффузно. Иногда мы даже не можем иногда увидеть глазом, где же кончается патология и начинается норма. А иногда процесс захватывает всю толщу миометрия. У нас есть такие девочки, не рожавшие, не беременевшие, очень молоденькие. Вот эта патология тоже может давать кровотечение. И наиболее часто, если провести, у нас была проведена работа научная в центре, на базе нашего отделения, где мы анализировали тоже пациенток, которые приходят с кровотечениями. Так вот, я должна вам сказать, что по нашим данным, у этих пациенток больше, чем у 70% мы выявляли аденомиоз. То есть это очень серьезная проблема. В отличие от миомы, когда эндометриоз небольших стадий, первой, второй стадии, где патология локализуется буквально за эндометрием или там несколько миллиметров. То есть даже на УЗИ увидеть эту патологию является проблематичным. Ее можно только морфологически, удалив матку, увидеть, что вот имеется такая патология. То есть очень трудно поставить диагноз. И вот этот эндометриоз иногда даже ускальзывает от диагностики, потому что на сегодняшний день мы пока не нашли таких точных методов диагностики, чтобы поставить, не удалив орган. Да, можно подвергнуть диэстероскопии, взять глубокую биопсию. Но когда это касается молодой девочки, нерожавшей, то мы очень сильно завдумываемся, стоит ли с таким вмешательством приступать к этой девочке. То есть это все очень сложные проблемы. Но тем не менее мы можем диагностировать. Ну, Семеновна, ну а какие хирургические вмешательства применяют для лечения кровотечений? Очень многие женщины прошли через это. Это хирургическая остановка кровотечения, как средство, которое применяется, когда мы уже другого сделать ничего не можем. Это, так сказать, дифференцированный кюритаж полости матки, цервикального канала с целью остановки кровотечения, получения материала для гистологического исследования и постановки диагноза как такового. На сегодняшний день мы очень часто используем гистероскопические вмешательства. Как я сказала, это наши глаза. То есть мы можем одномоментно увидеть болезнь и даже какое-то произвести лечебное хирургическое вмешательство, которое позволит пациентке избавиться в дальнейшем от этих кровотечений. Наиболее благодарны в этом плане – это полипы и субмукозные миомы. Можем полечить с помощью гистероскопических вмешательств даже какие-то гиперпластические процессы – это когда производится деструкция электрической внутренней выстилки полости матки, так называемой слизистой полости матки. И это тоже приходит к хорошему. До 80% эффект от такого хирургического вмешательства. Безусловно, та патология структурная, которую мы встречаем в виде миомы матки, эндометриоза – это уже хирургические вмешательства немножко другого плана. Это лапароскопические вмешательства, это открытые операции, если это опухоли больших размеров. То есть мы можем предложить и органосохранные операции, органосохраняющие операции, и операции, которые, ну, в общем-то, могут подойти пациенткам уже премиенопаузального возраста. Это органосохраняющие операции. Надо сказать, что в последние годы везде наметилась такая тенденция к сохранению органа. В общем-то, матка – это же не только плодовместилище. Она участвует в регуляции всей системы гормональной, которая участвует в жизни женщины. То есть это очень важно. Поэтому мы стараемся, когда это возможно, сохранить орган. Анна Семёновна, ну что ж, наша встреча уже подходит к концу, поэтому давайте вернёмся к тем вопросам, которые прозвучали от жителей нашего города в самом начале программы. Тем более, что наши специалисты уже подготовили на них ответ. Скажите, пожалуйста, отчего появляются пятнышки на ногтевой пластине? Как с этим бороться? Что это вообще такое? Белые пятна ногтевой пластинки – это скорее косметический дефект, чем признаки какого-то заболевания. Конечно, диагноз и достоверные рекомендации может только дать врач, дерматолог после осмотра пациента. Ну а если говорить чисто теоретически, это может быть попасть в пузырьки воздуха в ногтевую пластинку в тот момент, когда она отрастает. Это может быть связано с какими-то обменами дистрофическими процессами. В любом случае, если до посещения врача нужно расширить пищевой рацион витаминами, особенно группы А, группы В, во всяком случае, это не повредит, а может решить проблему. Правда ли, что гипертония передаётся по наследству? Да, это действительно так. И особое внимание нужно обратить на своё здоровье тем пациентам, родственники которых в раннем возрасте перенесли какие-то сердечные катастрофы. Ранний возраст имеется в виду 40-50 лет. А как лучше тренироваться? Каждый день понемножку или один раз в неделю? Хорошо. Много – это плохо. Что-то занадто, только говорят, не здраво. Заниматься надо ежедневно. Определённое количество, где-то полчаса, возможно, если вы занимаетесь пробежкой или гимнастикой. Поэтому вы тренируете ежедневно мышцы, и этого достаточно. Алла Семёновна, ну что ж, спасибо вам за прекрасный рассказ о своей тематике. Я напоминаю, уважаемые телезрители, что сегодня у нас в гостях была Алла Семёновна Подгорная, заведующая отделением гинекологии Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека. Что ж, берегите своё здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новых встреч в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин